Всем привет, с вами Набонис Ганатас Яхирис 4, мы продолжаем играть в X4 Foundations, и в прошлой серии мы разожгли пожары разгрома. И теперь эти пожары проносятся по секторам свободных семей, военные объекты перехватываются Патриархатом Зьярт, а большинство производственных станций перешли под управление повстанцев, под контроль ложа сбруек. Но уже да, давайте посмотрим через энциклопедию, у фракции, у свободных семей, им еще принадлежит 4 сектора. Пока что. Но эти сектора тоже через время, мне кажется, перейдут под управление Патриархатом Зьярт. Да, станции ложа сбруек появляются, то есть не появляются они просто так из ниоткуда, а просто перехватывается контроль у свободных семей, ну, повстанцы, да. Перешли на сторону ложа сбруек. Так, у нас с ложа сбруек война вот прям максимальная, минус 30 отношения. Мы можем поднять, да, мы с минус 30 уже отношения поднимали, это, в принципе, не сложно. Вот, но мне кажется, что все эти станции должны будут перейти Патриархату через время. Может быть, нам нужно будет еще выполнить задание. Мы выполнили, как бы, да, вот это вот пожароразгромы, это основное задание, которое запускает изменения в галактике, да, у сплитов. И, кстати, ущелье Тарка сейчас никому не принадлежит. Тут и земной Акрополь Правосудия, и Патриархат Азьярт. То есть споры идут. Ну, посмотрим. Патриархат Азьярт с Аргонами воюет, но так, чуть-чуть, чуть-чуть воюет. Не совсем, на самом деле. Давайте посмотрим Патриархат Азьярт. Они, у них прям вот война-война, да, когда вот полностью, то есть это атака при первой возможности любых кораблей вражеской фракции только с боронами. Ну, не считаю я там падшей семьи, ксенонов, ну, короче, пиратов всяких разных, и ксенонов, и хаков. Только с королевством боронов. Прям война-война. С вот этими фракциями они просто не торгуют и могут вторгаться на территорию и атаковать их военные корабли, а могут и не вторгаться, да. Поэтому тут посмотрим. Но, может, еще, опять же, не все изменения произошли в сюжетке. Потому что у нас еще, вроде, будет там несколько заданий. Денег им дать сколько-то, и, по-моему, уничтожить станцию нужно будет какую-то, если я не ошибаюсь. Но, в любом случае, давайте мы сейчас, наверное, под моим руководством вылетим отсюда, чтобы наши корабли не пролетали возле станций. Мы, наверное, даже сделаем сейчас вот так. И просто следовать до дальнейшего уведомления. Не защищать, ничего не делать. Просто летим. Летим. Нравятся мне эти залпы основных орудий. Нам сейчас должны, по идее, продолжение немножко дать. Рассказать, что там дальше. Может быть, к Далу Бусте еще сходить. Ну, а может быть, нам просто из сектора нужно выйти и дальше посмотрим, да. В любом случае, можно, я думаю, свои войска отсюда выводить. Если нам нужно будет уничтожить станцию, все равно одной гремущей змеей мы, наверное, долго будем ее ковырять, мне кажется. Хотя, если там не будет много, ну, большого количества оборонительных турелей, то можно будет и мелкий флот взять. Ух, смотрите, какое все красненькое, красивое. Это точие желчности. Так, Далу. Мы это сделали. Мы сделали. Подобная атака прямо во время речи должна серьезно повлиять на число сплитов, которые решатся к ним примкнуть. Ну, что-то не похоже, если честно. Большинство патриархов свободных семей публично объявили своих спроек изменницами. Патриархат захватил станции в ущелье Тарка. Так. Ущелье Тарка. Хорошо. Летим туда. Но в любом случае летим туда. Тут только один выход пока. Вроде никакой движухи нет. Никто никого не пытается нигде уничтожить. Я надеялся, что патриархат будет эти станции атаковать. Так, еще письмо пришло. Декларация сбруек. Беспрецедентное развитие событий в стане сплитов, заговор так называемых сбруек и создание имя сепаратистского движения. Эти бывшие советницы патриархов совместно с другими высокопоставленными чиновниками предприняли попытку свержения своих лидеров. Заявленная имя цель объединения сил свободных семей и отпор оккупации патриарха... патриархата Зьярт. Так, сейчас нам туда подвернем немножко во врата. А то мы тут уже вон в зону этой станции заходим. Так, и возвращаемся к увлекательному чтиву. Так вот, сбруйки взывают к памяти патриарха Гуса Тглута, исторического лидера сплитов, который и ввел практику сбруек с целью обуздать чрезмерную агрессию мужчин-сплитов и улучшить процесс принятия политических решений. В то время как некоторые сплитские семьи все еще придерживаются этого обычая, другие же давно от него отказались. Занимая множество административных должностей в самых различных сферах руководства свободных семей, зачастую весьма ответственных, сбруйки решились на попытку переворота. Образование новой отколовшейся группы внутри сообщества сплитов застало других членов Содружества Планет врасплох. Аргонская Федерация в настоящее время находится в состоянии войны с патриархатом Зьярд из-за порабощения своих граждан, пока что не заявила официальной позиции по отношению к этой новой фракции. Они не могут официально поддержать это движение из-за все тех же проблем с рабством, но неофициально... Давайте на паузу нажмем. Они, похоже, приветствуют этот прогрессивный отход от сплитских традиций и надеются, что это может положить начало кардинальным сдвигам в сплитской культуре. В долгосрочной перспективе можно ожидать, что исключительно женская коллегия, возглавляющая сплитский народ, станет гораздо лучшим партнером в переговорах, нежели нынешний патриарх Зьярд. Надежды Федерации, возможно, были слишком завышены, поскольку провозгласившие независимость сбруйки потерпели серьезное поражение в результате операции патриархата Зьярд. Для сбруек, пытающихся склонить сплитов на свою сторону, это была отчаянная попытка продемонстрировать свою силу. Их очевидная неспособность на деле отстоять столь гордо провозглашенную независимость имеет далеко идущие последствия, отворотив от них как колеблющихся, так и часть их сторонников. Несколько свободных патриархов уже заявили о своей верности патриархату Зьярд и публично осудили мятеж сбруек. Эрон Альба, международный корреспондент Галнет. У нас еще было сообщение, никогда было его читать тогда в той серии, когда мы когда сектор захватили. Вот это сообщение. Наглое присвоение края еретиков как знак грядущих времен. Напряжение растет из-за статуса края еретиков. Это там, где у нас штаб-квартира, мы там административный модуль построили и сектор перешел под наше руководство. После многих лет, несколько неустойчивого нейтралитета еще со времен земного конфликта, смелый шаг на Бонни Саганата Саяхириса IV по захвату системы вызывает политические волнения. Аргонский независимый торговец Кэрол Дрезен рассказала Галнет о своей точке зрения на этот вопрос. Продолжающаяся оккупация края еретиков, возможно, не является строго незаконным шагом на Бонни Саганата Саяхириса IV, но это, безусловно, расстроило многих людей. Любой из нас на протяжении многих лет мог бы сделать то же самое, но у нас хватило порядочности не раскачивать лодку. На вопрос, планирует ли она сама оспаривать претензии, Дрезен отмахнулась. Я не говорю, что буду и не говорю, что не буду, но кто-то будет. Если у меня есть сообщение для Набони Саганата Саяхириса IV, то оно заключается в том, что если вы хотите получить край еретиков, вам лучше быть готовым защищать его. И опять же, если от удержать его не удастся, слетятся все претенденты на обладание им. Ладно, что-то где-то не сложилось с этим предложением. Мне просто жаль невинных жителей системы, которые неизбежно заплатят за глупый шаг на Бонни Саганата Саяхириса IV. Как бы то ни было, рано или поздно, но ясно, что длительный период мира и независимости в краю еретиков подходит к концу. Эратум. В предыдущей статье мы неправильно написали имя политического аналитика Далабосты, которому приносим свои... Безоговорочно, извини. Блин, я думал, это реально просто ошибка, опечатка какая-то, да, или ошибка перевода. Когда Далабустером назвали. А тут просто Стёб идет. И в этот раз его Бостой назвали. Вместо Бусты. Хорошо, раньше вот этих сообщений не было. Это интересно. Хоть как бы чтиво много такого, да, но все равно интересно. Ладно, летим, прыгаем, прыгаем, летим. Вход в систему. Ущелье Тарка. Так. Окей. Ущелье пока тихо и спокойно. Все корабли за нами летят. Куда мы полетим? Наверное, в двое великих. Будем тут, наверное, сидеть. Автопилот задействована. Нам бы, конечно, немножко корабли наши поремонтировать. Вон, тут у нас еще станция есть одна. Тут мы близко с фабрикой медикаментов пролетать будем. Ну, там, по идее, врата. Мы, наверное, влетим, да и все нормально. О, здесь... А, ну это еще СВСовская фабрика. Тут еще... Не... Не... Постанцы не позахватывали. Не знаю. Будут ли захватывать... В этом секторе дальше? Вон, тут К развлекается. Пойдем-ка выпилим этого. Автопилот задействована. Главное, мелкие корабли наши не впутывать в это все дело. Попробуем издалека. Хотя, можно и впутать, наверное. Посмотрим. После первой облавы на ячейке террористов, патриарша и тайная полиция пытаются заложить фундамент для антитеррористических инициатив. Угу. Если мы внесем приличную лепту в их задел, патриархат сможет закрепиться в крамольных секторах, чтобы иметь возможность пресекать подобные прецеденты на корню. Автопилот отключено. 400 миллионов нужно им отдать. Ну, с этим заданием они немного подождут, я думаю. А может быть и много подождут. Конец терроризму. Да. 400 миллионов. У нас 10 уже есть. Еще чуть-чуть. Патриарша и тайная полиция пытаются раздобыть средства на антитеррористические инициативы. Оказание им помощи поможет патриархату обосноваться в глубине секторов смутянов, чтобы в корне пресекать подобные прецеденты. Одержав полную победу над силами сепаратистов, патриархат Зьярт укрепится в пространстве свободных семей. Усиление запретных мер на владение боевыми кораблями усложнит жизнь пиратам и преступникам из числа свободных семей. Падшим семьям в такой ситуации придется нелегко. Ожидается уменьшение количества их флотов. Это очень хорошо и очень удобно для нас будет. Чем стабильнее экономика, тем менее она благоприятствует оппортунистам, что в конечном итоге может привести к ее стагнации. Как куда-то улетел, не знаю куда, но не постреляем мы по нему в общем. Ну короче, по факту сейчас, наверное пока мы не передадим 400 миллионов, да? Мы лишились возможности торговать с вот этими всеми станциями, потому что у нас с ними типа война. Что не очень хорошо, пожалуй. Вход в систему. Пожары разгрома. Ну короче, пока мы выводим наши боевые корабли сюда и посмотрим, как тут дела дальше будут обстоять. А пока давайте возвращаемся к нашим станциям. Смотрим, что там, что там. Что там. Ничего. Смотрим, как они работают и работают ли они вообще. Довезут, интересно, немного клейтроники сюда. Или ручками придется. Энергоэлементы, кстати, можно просто перевести с нашего... Так, у нас... У нас, у нас, у нас... Ага, я отправил в штаб-квартиру осетра. Давайте мы отправим, наверное, вот сюда. Торговать для строительного хранилища. На время. Как у нас тут дела? Пять тысяч компонентов турелей есть. Кстати, надо было посмотреть... Вход в систему. Двое великих. Нет, вроде сейчас прямо за ними никто не летит. Но это значит, в принципе, что... Что мы, по идее... Можем уже заказывать корабли у воронов. Им будет где турели купить. Давайте купим еще одного осетра. Угу. Легко. И сразу строится. Хорошо. И я его, наверное, отправлю именно на торговлю... Для этой станции. Чтобы вывозил, продавал товары. Так. Как дела у нас в штаб-квартире? Давайте на строительство посмотрим. Ну, тут, короче, мы просто ждем, да. Ну и что-то нам привозят здесь. Хорошо. Полевые катушки. И энергоэлементы. Ну, такое. Не самые интересные ресурсы для нас. Но, ладно. Да, нам нужно в земные сектора отправиться сейчас. Точно. Точно, точно. Ну, немножко денежат сейчас подзаработаем. А то покупать все равно денег нет. Что-либо. И уже потом, да, отправим корабль вручную, наверное, завести из земных секторов для компонентов счетов местных. Автопилот, отключено. Так. Хорошо. Мы прибыли. В безопасное место. Уже, наконец-то. Мы можем тут, наверное, и отремонтироваться где-то неподалеку. Но у тебя должны быть еще ремонтные дроны, по идее. Правильно? Так. Что у нас? Просто подверглись нападению. Окей. Все, это мы убираем пока. Так. Куда я хотел посмотреть? Вот сюда, наверное. Ремонтных дронов я больше не вижу. Защитные дроны есть. А ремонтных как будто бы и нет. А можем ли мы отремонтировать этот корабль на нашем... Не можем. А че ж тогда подлетают? То Одиссей подлетает к Касатке, то наш Ха подлетает. Ну, вообще, наверное, отправим... Гремучую змею сюда. Тоже защищать командира. А все вот эти ребята... Пусть защищают гремучую змею. Сприт тебя уничтожит. У-у-у. Вступаю в бой! Попробуй еще. Ты поплатишься, а сприт позаботится. Дракон. Рейдер. Вы мне щиты подпалили. А все в порядке... Ты попалили. Ну куда ты щит сжигаешь? Балбес М Отбить, убьёшь сплиттер А где все остальные корабли? Уже улетели куда-то? А, они полетели ремонтироваться Все, кому нужен был ремонт Так как мы их вписали В, типа, группу к кораблю поддержки Они все полетели ремонтироваться Сразу же, моментально Прикольно Ну пусть теперь и эти летят Идём к Далу Бусти Зайдём Может быть там у нас Диалог с ним появится Там какая-то была возможность Которую позже немного добавили С вот этими сюжетками Связанная Вход в систему Край еретиков То ли мы могли Или то с паронидами Только такая тема была Что мы могли Сказать паронидам Объявить войну Там какой-либо фракции Или что-то такое Так, тут О Завершение, да Похорон Гробик нам здесь поставили И, собственно Декларация сбруек Хорошо Хорошо Новые трофеи получили Идём, да В научную лабораторию Нам надо Ну, как делишки? Ага Никак, видимо, да Делишки наши Хорошо Понял Понял Не вопрос Как делишки у нас С исследованием Давайте посмотрим ещё О, двадцатка О, двадцатка уже есть Практически Хорошо Ещё немного Совсем осталось И мы сможем Телепортироваться Отсюда Но мы прям сразу Не будем, конечно Как только появится Возможность Нам нужно ещё Всё же Дождаться строительства Да Оборонительных сооружений Щитов Турелей И всякого разного Немного Перераспределил Наши Добывающие корабли Кого-то Наоборот Больше на торговлю Кого-то Больше на добычу По Состоянию Да Хранилищ Что там Где по ресурсам И теперь уже Намного меньше Невыполненных Приказов Теперь все Практически Все что-то делают И это хорошо Тут у нас Добытчиков газа Только Два Потому что Хранилища газом Забиты полностью И я перевёл На торговлю Добытчиков наших Вроде торгуют Может быть Ещё достроить Газовых Косаток Как вариант Я думаю Да, давайте Теперь-то мы можем Правильно Так, косатки Это у нас Элочки Да Газовые Газовые Теперь-то Во всяком случае Пока что Да Хватает тут Всех ресурсов 4 миллиона У нас 20 миллионов Уже собралось Давайте Штучки 3 Пока что Для начала Какая красота Какая красота Что сразу Строительство Началось Там две Строительные площадки Для крупных кораблей Поэтому сейчас Две И потом ещё Две Будут Достроены Так Так И нам Надо Именно На торговлю В штаб-квартиру Будет Отправить Эти две Косатки Можем Посмотреть На Журнал Транзакций Хорошо Качает Себе Этот Навык Управления Но Прибыль Тикает Каждую минуту Практически Что-то Где-то Покупают В Светилище Мрака Серьёзно Я вот Да Думал Что Будет Со Светилищем Мрака Тут Много Ресурсов Захотят Ли Добывать Где он Кстати Был уничтожен Или это Было Давно Уже Может быть Захотят Ли Добывать Ресурсы В этом Секторе Будут ли Они Вылетать Из Безопасной Зоны За Ресурсами Пойдут Ли Они Под Хакские Станции Добывать Ресурсы Вопросы Вопросы Ну Ничего Мы Скоро Улетим Отсюда Ух Тут Хаков Развелось Но Смотрите Боронский Флот Какой Врывается Ну Как бы Корабли Небольшие Но Все равно Их Довольно Много Я думал Галактика Обречена А тут Понастраивали Флотов Я даже Смотрел Что в этом В Выборе Хатиква Здесь Тоже Флот Аргонский С крупными Кораблями Летает На удивление Барбараса даже сюда долетают захватить бы может как-то ее надо подумать будет над этим тем временем исследование телепортации больших масса завершено я докупил еще немного кораблей торговых отправил их к землянам завозить ресурсы для строительства турелей и нам еще не хватает немного систем упреждения мы их уже производим в плюс в принципе да потому что исследование мы завершили мы в принципе можем теперь взять какого-то осетра который тут у нас возле штаб-квартиры отдыхает и забрать все остальные системы упреждения так ну и перевести их сюда на строительную площадку и как новая партия будет готова можно будет еще скинуть 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 и скоро доедут по идее наши торговцы с земных секторов с необходимыми ресурсами там конечно денег пришлось потратить немало но у нас неплохая оборона я я думаю что будет неплохая оборона посмотрим что из этого получится конечно всего может быть даже в этой серии мы сможем телепортироваться было бы хорошо так но я еще хотел дронов добавить нам нужны компонент нам везут компоненты дронов хорошо осетр наш отлично я увеличил количество здесь и защитных больше ста поставил на всякий случай не грузовых чтобы быстрее разгружались наши корабли и ремонтных дронов на случай если все придется ремонтировать им придется ремонтировать и еще поставил два контейнера грузовых потому что что-то что-то не хватает место мне не знаю и один уже достраивается через две минуты и второй скоро будет тоже готов принципе хорошо дело идет дело идет и мы по идее можем уже забрать отсюда наверно 3 миллиона эти забирать не будем с счета строительной станции нашей мы по идее можем забрать все деньги здесь они уже не нужны насколько я понимаю то есть все то что в процессе подвоза за это деньги мы уже заплатили надо только систем упреждения сейчас еще доставить давайте посмотрим по сейчас как раз цикл закончится и мы получим еще 500 систем упреждения а то есть это немножко не так работает за час мы получаем 500 да но циклы идут небольшие 200 уже хорошо сейчас мы их сразу и отправим на этот самый на строительное хранилище тоже как раз тут уже должен был осетр вот этот вот освободиться так система упреждения 200 туда и 200 сюда надо будет еще одну партию дождаться чтобы совсем хорошо было но по большому счету там уже наверное совсем немного будет нужно достраивать турелей ну окей окей что мы еще можем сделать давайте да у меня повысилась репутация с аргонской федерации пошли телепортируемся повысим систему аргон прайм ранг с аргоном и мы теперь можем у аргона покупать их самые лучшие боевые корабли хочу я у аргона купить большой корабль продолжаете работать вместе с нами счастливо так ну и как обычно у нас открылся доступ к прямым так прямым трансляциям и к и просто нам звание да присвоили два сообщения так хорошо давайте посмотрим сможем ли мы в принципе купить у них сейчас корабль я просто хотел бы какого нибудь и и бегемота вот такого мы у них есть ресурсы удивительно у них есть ресурсы давайте мы его немножко помурыжим сколько 11 миллионов всего лишь серьезно что ты такой дешевый так мы сейчас не будем аргонские счеты покупать большие мы пойдем купим земные в л-слоты у нас плазма идет в м очки зенитки в принципе хочу больше ради зениток взять этот корабль и потом все щиты поменяем на земные защитные дроны ремонтные дроны давайте 5 на 5 экипаж думаю тут десантники нам не надо мы для десантников сделаем какой-то отдельный корабль когда-нибудь я созрею на абордаж чего нибудь кого нибудь а вот эти с буквами е это новые виды кораблей которые новые для меня которые после колыбели человечества вышли и я хочу наверное да на вот этот на этого бегемота мы можем посадить 4 канонерки с опять же зенитками раньше у нас вот такой вот бегемотик был небольшой относительно по характеристикам ну у этого чуть корпус больше прочнее но сама моделька у него поинтересней конечно же короче мы на него можем посадить 4 а подожди стоп вру это s доки а я думал это эмки да ну тогда не очень интересно не но все равно мы возьмем мы возьмем обязательно я на него хочу тоже посмотреть сам вот дизайн такого вот плана кораблей мне определенно нравится но и еще наверное задание выполнено найти застройщика понятно а еще конечно же на этого посмотреть хотелось бы на боронского ската но тут нам 30 миллионов нужно будет ну мы соберем 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 так хорошо я пока еще в штаб-квартиру еще немножечко подождем пока тут у нас дела идут купим еще ската вход в систему да край еретиков ну и будем готовиться к прыжку веры да назовем это так наша штаб-квартира в сектор синдиката прыгнет и будем веселиться там и отправляем наш эсминец на апгрейд счетов только счетов хорошо к землянам оружие да мы никакое не меняем только щиты нас интересуют в принципе на двадцать тысяч где-то увеличилось около того ну да тут нам больше ничего не надо и это обойдется нам и это обойдется нам 7 миллионов нам обойдется еще щиты хорошо ну то есть по факту стоил 17 миллионов плюс еще 6 миллионов на двигатель если люксовый поставить маневровый ну и как раз средняя цена 30 тысяч плюс-минус 25-30 для этих эсминцев идет вот у а эта станция уже 9 миллионов нам наторговала помимо того что я снимал раньше компоненты турелей хорошо себе расходятся 9 миллионов да я забрал до этого 15 забрал дело идет так надо еще немножко собрать и можно будет на ската посмотреть и на скате мы тоже двигатель многоцелевой марк 3 ставить не будем я думаю марк 2 нам будет достаточно слишком большая цена ради практически ничего не эффективная трата денег поэтому добавляем и первый скат уже строится как хорошо что здесь есть все необходимые ресурсы так и нам наверное еще надо собрать немного кораблей для мелких кораблей для прикрытия всего этого безобразия потому что крупные корабли это хорошо и весело но нам надо много эсочек и руканджи у нас военным кораблем считается да на удивление с одной пушечкой можно торпедных установок на поставить о ничего ну да вполне серьезный военный агрегат получается да с весьма большой скоростью круизной так ну да этот вариант наверное не интересный давайте посмотрим у мака две пушечки у пиранья одна пушечка то есть в плане мелких кораблей у боронов все не очень весело да вообще может быть вместо истребителей лучше взять канонерок с зенитками не земных канонерок да не боронских канонерок а именно земных канонерок и давайте посмотрим почем они поставить на них земные зенитки ага тут нету тут не посмотрим тут конечно не очень удобно то что все прям сверху все зенитки но если их будет много то будет хорошо мне кажется что у нас тут за оружие стоит импульсные ну нам наверное не надо давайте сейчас уберем посмотрим что по деньгам будет получаться стоит ли оно того как раз зато щиты здесь сразу стоят хорошие армейский марк 3 двигатель наверное оставим канонерки достаточно медлительные а ну посмотрим какая разница здесь ну я да наверное оставлю армейский ну тут слушайте почти 400 тысяч и опять же разница не шибко да и по деньгам выходит не хило весьма угу но может быть это все таки лучше чем две боронские этих барракуды мне кажется да это лучше плюс еще да мы без турелей все это дело смотрим с турелями будет еще дороже ну короче надо еще немного деньжат подсобирать хотя бы может быть штучек пять сделать было бы хорошо так ну собралось у нас 32 миллиона давайте возьмем пять как раз пять зяний ну окей посмотрим посмотрим насколько это будет или не будет эффективно против огромного количества мелких кораблей у синдиката огромного количества мелких кораблей да у нас будут большие потери я чувствую будем фиксировать убытки ну и теперь все эти пять зяний ведем к аргону вот сюда и будем надеяться что там будет все что нам нужно для установки турелей можно потихоньку пока они летят заходить в апгрейд ремонт и и ставить зениточки много зениточек окей полмиллиона будет стоить хорошо скромненько так мы еще можем попродавать всякого барахла из нашего инвентаря который мы тут не собирали я обошел всех у кого что было и давайте смотрим наверное все по порядку продаем или просто все продаем наверное прям все 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 не надо но понемногу можем продать особенно то чего у нас тут много нестабильно кристаллов огромное количество собралось другие штучки тут в небольшом относительно количестве так яйца космомух мы пока оставим где у нас горячка вот горячка десять штучек я скрафтил продаем можем семинары взять панели без понятия для чего они надо но продаем яичную икру одну сделал кстати о возьмем емп и возьмем ручных бомб тоже может пригодиться еще так семинары стоп не туда не в ту сторону один купим вот этот так модульных триггеров ну опять же да они копейки стоят чуть получше и того три миллиона ну немного опять же мы продали только часть остальное оставили может быть где-то еще пригодится я кстати наверное возьму еще наш телепортационный флот к нашему основному флоту добавим пока просто сюда отправим так и дзяне уже готовы тоже пока на защиту командира так и одиссея мы уже выводим отсюда в принципе ну не одиссея да весь этот флот мы отсюда выводим в в в безмолвный свидетель вот сюда к вратам так все наши корабли добывающие которые приписаны к штаб квартире тоже тоже летят сюда будут просто здесь ждать чтобы чтобы у них не было никаких других мыслей дурных залетать в сектор туда к штаб квартире по идее то враждебные секторы у нас стоит черный список на враждебные секторы но на всякий случай мы поменяем приоритеты лучше отправим все наши корабли да хотя осетр что-то все равно летит в штаб квартиру ну ладно может быть после того как они свои эти приказы завершат вот эти три корабля мы тоже отправим пока в штаб квартиру ну не в штаб квартиру а в этот в безмолвный свидетель вот сюда о стопу это вода был план какой-то потом хорошо этот корабль у нас идет к одиссею пока всех на защиту ставлю потом когда сюда прилетим уже разберемся как лучше как лучше организовать будет этот флот маком этот тоже идет сюда все абсолютно наши корабли нам понадобятся не беру только вот эти два ируканджа которые спутниками загружены ну просто потому что они загружены спутниками шаттл шаттл тоже не берем шаттл уникальный корабль он пока пусть стоит чтоб случайно его не уничтожили так короче эвакуируемся из края еретиков одиссеи ждет да прибытия подчиненных ладно пусть подождет пусть подождет пусть подождет окей я пока в штаб-квартиру я хочу при телепортации находиться здесь идем к босса правильно я понимаю мы можем просто подойти к нему а нам нужно будет спутник скинуть ну не спутник а навигационный маяк еще куда мы хотим телепортироваться привет выберите маяк да хорошо сейчас мы сделаем какой-то ируканджи у нас наверное пойдет устанавливать маяк но мы наверное подождем чуток так нас интересует навигационный маяк 1 и этот корабль мы уберем отменить назначение вот оставаться на месте подведем его просто пока что вот сюда в сторонку поближе к вратам чтобы сразу он мог запрыгнуть потом и быстренько кинуть спутник сюда посерединке и мы потом быстренько телепортируемся может быть как раз все вот эти ребята сагрятся на него было бы замечательно отсюда бы еще конечно да что их больше стало мне кажется или или их стало намного больше ну посмотрим посмотрим можно было бы какой-то тяжелый корабль туда отправить но наверное ракетами они его быстро бы сбили одного ну короче сейчас будем думать как это все лучше сделать пока просто все переходим сюда чтобы сразу быстренько прыгнуть и тут как раз будет штаб-квартира относительно недалеко весь наш флот подключится к защите и сама штаб-квартира тоже в принципе может подстреливаться немного опять же вопрос в том что 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 будет если они будут просто ракетами заряжать нон-стопом по штаб-квартире может быть ее быстро снесут можно быть посмотрим так все должны отсюда сваливать давайте 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 так тут интересная тема я как раз сохранился вот в этом месте реорганизовывал флот думал как нам все это дело лучше сделать но пока ничего не придумал будем экспериментировать и смотрю с Борнами репутация понизилась как будто бы мы уничтожили Борнский корабль я такой что думаю как это вообще могло произойти почему и как раз хорошо что я сохранился вот перед этим делом и теперь понятно стало почему потому что сейчас мы видим Борнского дельфина а еще буквально там пару метров назад до того как он подлетел к нашим кораблям это был корабль синдиката они у них маскировка типа есть и когда мы уничтожаем этот корабль да он ну считается как уничтоженный Борнский корабль у нас у нас понижается репутация с Борнами понижается репутация с Аргоном потому что мы в секторе Аргонском его убили и прилетает полиция и мы начинаем драться с полицией и репутация все ниже 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 и это все печально очень нам надо как-то сделать так чтобы мы не трогали этот Борнский корабль который не Борнский вовсе мы его прилететь и просканировать полицейским сканером наверное не сможем мне кажется потому что все уже летят его убивать а вот удалить все приказы давайте попробуем вот так и теперь может быть прикажем всем лететь сюда потом лететь сюда и лететь сюда к примеру может быть они будут этим заняты и этот корабль успеет пролететь себе потому что ну другого варианта я не вижу нам нужно чтобы он пролетел спокойно стоп 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 ты у нас с навигационным маяком в принципе я наверное сейчас на этом сохранюсь раз мы вроде бы этого ну от проблемы и избавились от этой да с понижением репутации и с войной в аргонском этом секторе с аргонскими правоохранителями и мы наверное можем попробовать я не уверен что у нас получится но мы попробуем отправить выгрузить навигационный маяк вот здесь так давайте мы еще что у нас разведать собрать грузы атаковать цели в радиусе вот так вот да прикинем где нам хотелось бы тут кстати как раз модуль сборочный остается в радиусе давайте немножко подвинем тогда радиус вот так я думаю это будет нормально не знаю не знаю посмотрим но и нам надо спутничек выкинуть вот именно здесь да да вот здесь ух ну давайте посмотрим нам надо чтобы он этот спутник таки выгрузил а у него сейчас там приказ маневры совершать давай разгоняйся и прыгай туда на полной скорости защитные дроны полетели кого-то атаковать а нет они наоборот стыкуются это это с какого-то корабля торгового да согласен ну-ка ируканджа давай приветствую о так 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 смотрим 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 давай 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 разгоняйся разгоняйся о они что-то быстрые быстрые заразы быстрые давай 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 гони 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 ему нужно будет притормозить наверное перед тем как спутник выложить да мне кажется не спутник а навигационный маяк так 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 нам надо телепортироваться в штаб квартиру с босса поговорить сразу чтобы мы как раз корабли соберутся да может и мы успеем на них давай 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 так пауза проверяем как дела но у него вполне хорошие шансы корабли вроде бы далеко так научная лаборатория давай 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 привет пауза выбрать маяк он смог он смог ну что ж поехали здесь имеются корабли вряд ли они выживут мне продолжить конечно заряжаю привод телепортации больших масс боже мой в вход в систему нежданный куш нежданный куш руканджи был уничтожен да и красота блин я что то не подумал что тут же аж куча ресурсов вывалится это же можно все собрать но она будет уничтожена мне кажется через какое то время а это то выжил он он бессмертный товарищ такой сейчас да ок 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 телепортация кажется прошла вполне успешно и теперь весь наш флот как мы тут можем сделать удалить все приказы удалить все приказы удалить все приказы ну далеко от врат мы конечно немного ну ладно летим что мы летим тут ничего не понятно защищать командира наверное просто летим защищать станцию вот так ок давайте смотреть энергосистема стабилизируется красота правда репутация стеллади немного понизилась у нас мы таладийский корабль взорвали действия имеют последствия на бонни с ганатас ехерис 4 я обращаюсь к вам вы отказались от контроля над краем еретиков и теперь все будут спешить заменить вас я остаюсь в стороне но впереди битва не питайте иллюзии это на вашей совести вы ответственны за этот беспорядок не утруждайте себя ответом вы заблокированы кэрол дрэзен та которая интервью давала да в прошлое этой статье забавно я не хотел строить станцию здесь чтобы этот сектор нам типа принадлежал ну типа оборонительную платформу там какую-то с административным модулем чтобы сектор остался нашим нам он не надо я хочу посмотреть может быть сплиты сюда захотят зайти построить станции может быть бороны там со временем изначально у боронов здесь вообще ничего не было в этом секторе они потихонечку потихонечку сюда перебрались может быть и как-то начнут этот сектор занимать или земляне например тоже может сюда зайдут было бы тоже неплохо потому что сплиты тут землянами могут воевать нам тот сектор не нужен вот ну и давайте смотреть мы ему можем приказать не можем приказать сюда лететь блин столько резов надо было миллион хранилищ построить да ну ладно это такое кажется все прошло успешно еще как прошло успешно это ослепительный успех был вполне ну что кто-нибудь кто-нибудь к нам летит к штаб-квартире я жду давай давай ты в правильном направлении идешь они сразу разметили себе новое хранилище строительное надо будет следить чтобы они тут новые порты верфь не построили и нужно будет тут еще спутников раскидать но это немножко попозже о-о-о к нам клиенты к нам клиенты кид кида правда ты на станцию летишь о-о-о тихо там там клиенты сейчас посмотрим где вот здесь а ну-ка но слушайте скорость стрельбы у этих турелей прям такая ну именно скорость полета снарядов очень хорошая штаб-квартира вот там наш флот летит защитные дроны пошли хорошо выпускаем сектор конечно мне этот не нравится совсем сам по себе визуально кисель тут какой-то прекрасно прекрасно корабли слетаются эти летят эти все летят здесь вроде тоже что-то думают о том чтобы прилететь а наш флот еще нет сама не зашел собирается пока с мыслями только окей о кида прекрасно у нас уже есть первый трофей кит 18 фпс тут нынче штаб-квартира штаб-квартира обнаружен враг репутация все падает и падает а некуда падать я с сожалению узнал что вам пришлось принять нелегальную миссию из точки утечки данных чтобы прийти мне на помощь чего даже даже не смотря на ваши кристально чистые намерения я уверен вы испытываете угрызение совести из-за нарушения законов если же вас интересует легальная работа я рекомендую обратиться к предложению миссии в интерфейсе вашей карты это раньше мы через утечку данных получали штаб-квартиру себя по другому не могли сейчас конечно это нам штаб-квартира так просто достается так фпс конечно где-то на дне нынче куча дронов летает мелкие корабли станции пока дела хороши у нас есть опять же преимущество в том что мы уничтожили их верфь они не смогут восполнять вот эти вот все потери еще б наш флот конечно сюда ворвался было бы вообще замечательно а то пока тухляк какой-то может дронов надо было больше взять еще мелких этих блин тут как контейнеров конечно столько ресурсов может быть они не исчезнут вот эти все контейнеры по-моему они исчезают через какое-то время свора дронов прям такая летит на кого-то так елки-палки вы прыгать собрались давайте что они в натуре там стоят они собираются ждут и ждут кого-то а нет это просто фпс низкий они в процессе они в процессе они летят тут какая-то шеренга стоит они в процессе сейчас еще наш флот сюда зайдет фпс еще понизится сильнее у нас основные по стрелушке где-то здесь защитный дрон кид давайте на этого кида посмотрим был кида нету кида защитный дрон эмм какой-то хитрый маневр у этого защитного дрона ладно не будем ему мешать я мышку потерял не вижу барбаросса давай на барбаросса посмотрим вступают в бой это наверное как раз уже наш флот зашел таки хорошо что мы можем сделать чтобы фпс немного поднять сейчас я может в настройках поковыряюсь а ну-ка так если в меню было 30 фпс тут до 15 опустилось ладно ничего не поменялось но мы посмотрим как барбаросса барбариску эту сейчас распилят дроны ее пытаются ремонтировать но не выйдет хорошо так пойду еще что-нибудь покручу ну короче поставил качество графики на низкое и разрешение экрана я с 2к на 1080 поставил а ну-ка а ну-ка 20 фпс все равно какое-то мыло у нас вместо картинки но короче тут скорее всего проблема не в настройках графики а просто в том что большое количество объектов возможно как раз вот эти вот контейнеры все я просто если уйду из сектора будет все хорошо ну поэтому возвращаем графоний ну вот так вот получше и те же 20 фпс в принципе у нас да так давайте смотреть что у нас происходит здесь еще одна барбаросса летит так и эти все кораблики тоже к нам к станции потихонечку подлетают хорошо ну немного почистили мы можем на самом деле что может быть дело быстрее шло телепортироваться на какую-нибудь вот эту вот станцию нашу как будто бы есть еще какая-то станция другая но у нас там нет ну мы можем просто телепортироваться я думаю в любом случае так вход в систему королевский тупик сразу фпс до 40 разогналась хорошо и посмотрим как тут дела будут обстоять у нас суф мы включить к сожалению не сможем разве что прыгнуть на какой-то из этих кораблей например и тут суф попробовать включить ну можно можно чтобы быстрее дочистить все вход в систему безмолвный свидетель а мы можем же ждать тут сбоку вот так вот так суф и давайте посмотрим как у нас делишки здесь будут идти на удаленке если смотреть один два кида у нас есть трофейных хорошо барбаросочки потихонечку тут лопаются тоже все собираемся сейчас к станции поближе ну порядок в целом дело довольно неплохо пошло так давайте сейчас отправим сюда из да короче без разницы откуда походу немного спутников раскидаем чтобы мы видели что здесь происходит или много даже раскидаем чтобы хорошо видели что здесь происходит правда могут этот корабль подбить конечно если мы неосторожными будем пока что забираем этот сектор да И потом стыковаться Блин, что вот это за Нежданные кофты Просто длинное название, куда именно стыковаться, да? Исчезли все контейнеры, походу Вот эти Со станции, правильно? Я понимаю Так Барбароска еще одна летит к нам, или не летит? И в принципе, мы можем теперь стать защищать вот эти вот врата, наверное даже Я думаю, будет как раз вполне себе хорошо О-о-о Что там у нас? Спутник Зашел отлично Еще один Так, никого поблизости нет Супер То есть, только вот эти вот врата нам надо защищать будет И этот сектор, в принципе, уже Можно сказать, наш Надо будет защитную платформу здесь выпилить И все Ой, врезался что ли? Спутник улетел куда-то Тут тоже, да, по-моему, немного дальше полетел, чем надо Ну, сета она такая Так Окей В принципе, да, давайте Давайте Мы поставим касатки Поведение Обнаружен брошенный корабль, да Так, защищать позицию Вот эту позицию Радиус Почему я не вижу радиус? Потому что касатка ждет, чтобы я ей сказал, что оставь ты в покое этот корабль А, нет, ждет просто подтверждение Тихо Я отменил Так, защищать позицию Попытка номер два Вот так, сюда Принять И теперь мы можем настроить Хочу я настраивать Наверное, немножко радиус сделаем меньше Все же До тридцати Так Оооо Доня А, стоп Ненавидение я хотел Давайте Прямую трансляцию Глянем Кстати, а прямая трансляция Не лагает Как будто бы, да? Пум-пум-пум Пум-пум-пум Хочу на дзяне полететь Полетать немного Полетели Туда Сохранение Тоже хорошо И нужно будет Оборонительную платформу Еще уничтожить В этой серии В идеале У нас есть корабли Для этого В принципе Может займет Какое-то время Да, но Вход в систему Мы не то, чтобы спешим Куда-то Сэр Так, ну да ФПС вернулись До нормальных значений Это Ну До нормальных Ниже 30 Немного Но пойдет Кит Это Скорее всего Просто из-за Контейнеров Было Прям Настолько Плохо Эй Ты прекратишь Что ты в меня-то болишь Сорян Тут, конечно Много наших кораблей Не френдли фаер Будет Кит Постой Нет Да даже у Арглу Шансов больше Опасность Опасность Корпус поврежден О, в натуре Слушайте А че так Че так страшно Близко не похоже на то Что заставит меня Хотя бы Поморщиться Джен Наверное Ракеты полетели Просто по нам Или что Ну раз Тебе не угомониться Давай подеремся Оу Спасибо Так Вот этого тебе Совсем не стоило Делать Ты летишь На ремонт Давай 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 Беги Пока Прошу Не сбавить Меня От ваших Быстренько Быстренько За 300 Бесплатных Тысяч По идее Они должны Со временем Будут Остроить Свою Верфь И Порт И Там Должен Будет Появиться Представитель Их Тоже Насколько я Понимаю Мы сможем Выполнить Их Сюжетку Надо Достижение За нее Тоже Но если Нет То Курс На указанную Позицию Есть Так Вы давайте Там Ремонтируйтесь Быстренько Дракон Тоже На ремонт Пошел Вроде Все Хорошо Можем Отправить Кого Нибудь Мака Первого Вот этого Собрать Грузы Здесь Быстренько И тут Стало Заметно Тише И спокойнее Теперь Так Давайте Отправим Сейчас Какой Нибудь Корабль Сколько На драконе Или На гидре Шесть Человек Давайте Гидрой Пойдем Позахватываем Джен Не можем Захватить Разрешение На стыковку Получено Какой-то Красный Я подумал Что Как Ксенонский Корабль Так У тебя Два Дробаша Да Давайте Посмотрим Стоп Ируканжи Ты Погоди Давайте Посмотрим На Этот Джен Еще Третья Пушечка Может Быть Четыре Тысячи Щита Четыре Тысячи Корпус Три Орудия Скорость Не Быстрая Круизный Марк Три Стоит А Стоп Четыре Орудия А Еще Вот Тут Да Получается Два Ага Так Ну Хорошо Я Сейчас Встаю И Мы Наверное Просто По удаленке С Касатки Например Переведем Сюда Капитана Вот Так Бу Бу Срочно Требуется Поддержка Бедняга Так И Теперь Идем Тебя Отремонтируем Пушки Поставить Мы Конечно Не Сможем Но Все Равно Пару Дробовиков Нам Не Помешают Одни Защитные Дроны Наши Тут Рубят Наверное Эти корабли Крупные Тоже На Перехват Поставить Чтоб Быстрее Дело Шло Я Даже Не Знаю Но Мы Сейчас Заберем Все Равно Так Ты Давай Лети Туда А Я На Ируканджи И Пойду Вот Эти Два Кораблика Сейчас Захвачу Разрешение На Стыковку Получено Кит Ноль Орудий Интересно Интересно Ладно Так Может у этого Хотя бы Орудия Будут А ну-ка И тут Оружия Нет Там Печальное Стечение Обстоятельств Или Или как Обзор По кораблю Две Пушки У него Могут Быть Ну и Все Больше Ничего Интересного У него Так Ладно Я даже Не знаю Что мы С этими Двумя Кораблями Сделаем Мы Просто Их Продадим Смысла Наверное В них Никакого Нет Ты Ладям Продадим Меня Выкрал Ты Ладя Так Срочно Требуется Поддержка Все Продалим Тут У нас Тоже Куча Ресурсов Будет Кажется Так Мы Нашего Мака Вот этого Первого Теперь Припишем Энергоэлементами Загрузился Припишем К Нашей штаб Квартире Он будет Тут Собирать О Погоди Да Блин Стыковаться И ждать Выбрать Вот Так И Этот Мака У нас Вот Здесь Будет Ага И Можно Возвращаться Сюда Будет Собирать Ресурсики Защитные Дроны Летят Но Вот Например Ируканджи Ну И все Остальные Корабли Они У меня Стоят На Перехвате Но Почему-то Они Не Атакуют Как Не Странно Я даже Не знаю Почему Они Должны А Может Быть Кстати Погодите Это Крупный Корабль Крупные Корабли Надо Не Перехватывать А Бомбардировать По-моему Сейчас Бомбардировать Для Командира Да Вот Как Это Работает Мелкие Корабли Перехватываются Крупные Бомбардируются Дроны Дроны Просто Безумные Делают Что хотят Мы на них Внимания Не обращаем Наверное Как-то Так Вот Ладе Меня Увезли Далеко Что-то Совсем Верни Меня Доня Вход Вход Систему Нежданный Пуш Турельки Драконы Наши Летят Куда-то Непонятно Куда они Летят Мимо Пролетают Как будто Бы Выходят На Удар И Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Хорошо Хорошо Мака Тут еще есть Че Пособирать Так На Давайте Посмотрим Барбаросса. На Барбароссу. Барбаросса, по идее, должен быть немного лучше защищен, бронирован. И посмотрим, что сейчас с его бомбардировкой будет. Наши корабли сюда летят. Надо часть мелких кораблей тоже на бомбардировку назначить, наверное. Тра-та-та-та-та-та-та, снизу драконы заходят. А, ну что-то, ну, бахнул турелькой так нормально. Но, да. У него вообще никаких шансов, это точно. Срочно требуется поддержка. Надо сейчас немножко больше кораблей на бомбардировку назначить. У нас есть еще отдачи, морские лисицы, и дзяне. Давайте, наверное, так. Можно просто в группу гамма вот так назначить на вот сюда. И поехали. И поехали. Так дело быстрее немного пойдет, все же, как ни крути. Хорошо. Теперь давайте мы поиграемся с крупными нашими кораблями. Мы их, наверное, в отдельный этот выведем. Нас интересует скат, нас интересует бегемот. Атаковать с командиром. И, наверное, все. У бегемота, точнее, у ската дальность 11 километров основного орудия. У бегемота 10 километров. У гремучей змеи пятерочка, поэтому гремучей змеи будет больно, если что. Поэтому мы только берем этих двоих пока что. Так. И это у нас отдельный флот стал или нет? Нет. Так. Касатка. Нет, это не стал отдельным флотом. Давайте мы скату пока все-таки уберем вот так назначение. И эти два эсминца будут у нас, да, как отдельные. Ну и теперь полетели... На защитную платформу. Попробуем, посмотрим. Можно попробовать для начала, правда, вон... Барбаросу прессануть. Если она не разгонится слишком быстро. Пара защитных дронов. Я думаю, другие корабли нам тут никакие... Не нужны. Если что, мы потом наши быстрые корабли подтянем. Так. И я... Телепортируюсь на ската. И мы посмотрим на эту прелесть сейчас. Мы ската еще не смотрели. У него есть... Парочка посадочных мест. Для мелких кораблей. Вот, кажется, конструкция ненадежная. Я не знаю. Много таких тонких деталей, которые, ну... Ну, совсем кажутся ненадежными. Но выглядит красиво. И бегемотик. Вот он наш. Бегемот. Е. Так. На F3 хотел нажать. Перед тем, как мы будем станцию атаковать, конечно же, стоит сохраниться на всякий случай. Барбаросу этого мы можем без проблем попинать. Тут и на абордаж можно было бы их взять. Если хотелось бы... Они будут сюда прилетать периодически. Хотя мы их выпиливать будем на подходе. Поэтому, да. Атакую! Сказал сплит, наверное. Кто-то здесь появился, да. Ясно. Так. Барбароса. Вот Барбароса. Вон скат. Между нами бывшая станция. Так. Какое неожиданное орудие. Так. Тут уже плазма стреляет. А что основными этими не стреляешь? Я не понял. А, вот. Все. Вышел, наверное, на позицию. Сейчас будет разворачиваться. И начнет фигачить с основных орудий. Срочно требуется поддержка. Ну, давай. Пиу-пиу-пиу-пиу. Будешь что-то делать вообще сегодня? Не спи, бегемотик. У тебя основные орудия есть. И приказ есть атаковать с командиром. Очень интересно. Дай я по рулю. Нам больше не выдержать. Прекратите огонь. Прошу вас. Это тоже, да? Турели работали. Но у нас есть основное орудие. Ууу. Я понял. Основное орудие заряжается и... Уууу. И выжигает. Заряжаем. Прикольно. Можем вводить еще этим самым. Что там? Бегемот раздуплился? Нет, не раздуплился. Ну, забавное оружие, конечно. Давайте сейчас по двигателям туда зарядим, чтобы он перестал лететь. Ну, один мы только взорвали. М-турельки начали стрелять. Нам больше не выдержать. Прекратите огонь. Прошу вас. Так, хорошо. Жду распоряжений. Ну, бегемот-то, конечно... Уу, стоп. Хаки... А, ну, да. То неважно. Хаки там ничего не сделают. Так. Теперь мы сохранимся и идем уничтожать вот эту защитную платформу. Ну, смотрим. Я приказал координировать атаку. И сейчас этот дан тоже подойдет на расстояние. И посмотрим, что они будут делать. Скат пока просто стоит. Защитная платформа синдиката. На 20 километров ждет, наверное, да. Пока выйдет на дистанцию наш этот самый бегемотик. Мы можем еще поменять формацию кольцо. Ну, пусть будет кольцо, да. Остается пусть кольцо. Я не против. Кольцо меня устраивает. Сейчас он сюда подлетит немного. И они, по идее, должны будут ближе немного подлететь. И потом выйти уже на атаку. Ага. Завод по переработке льда. Защитная платформа синдиката. Ну, давайте посмотрим. Бегемот. Е. Скат. Бегемот заметно быстрее. Зато фпс хороший сейчас. Под 60. Так. Бегемот уже заряжает полным ходом. Бегемот. По бегемоту тоже уже заряжают полным ходом. Это плохо. Так. Так. Опа. Хорошо. Так. Кажется, надо... Бегемота взять в свои руки. У него дальности должно вполне себе хватать, чтобы... Без проблем... Атаковать на расстоянии. А не вот это вот. То, что он тут делает. Без счета уже остается. Дроны полетели. Ну, камон. Ну, камон. Так. Все. Порядок. Вот этот турель над головой мне не нравится. Лучше бы у него по бокам большие турели были. Так. Мы что-то уничтожили уже. Достреливаем там, давайте. Приблизим. А-а-а. Да-да. Вообще, можем поработать по платформам. Сейчас найдем. Вон там я вижу. Ну-ка. А-а-а. Ну, как раз. Турель. Турель. Защитная платформа Синдиката. Стоп. А, это дроны к нам подлетают. И зенитки стреляют наши. Я думал, что наши какие-то корабли прилетели. Это зенитки. Хорошо. Там справятся. Давайте посмотрим. Что тут у нас еще есть интересного. Ага. Не вижу. Не вижу. Это еще не взорвалось. Ага. Шипы на нуле. Корпус поврежден Корпус поврежден Корпус в критическом состоянии Да ладно тебе, все нормально Ну короче уже Ничего практически не осталось На станции Там еще один причал И этот тоже Стыковочный Но он уже взорвался кажется Бегемотик наш ремонтируется Мы скоро не выйдешь Прошу прекратить А еще вот только-только Сейчас взорвалось Ау, ау, тихо Не надо по бегемотику стрелять Что-то как в самом деле Какой-то модуль Походу Отремонтировался Или что тут произошло И мы его еще раз уничтожили Ну и теперь Может быть Нет Все еще Станция не уничтожена Ну у нас было такое Раньше Что станциям надо Какое-то время дать На уничтожение А может быть Нужно уничтожить Хранилище Хотя с другой стороны Без Строительного корабля Здесь все равно Строиться ничего не должно По идее Может быть там Какой-то коннектор Еще остался Незаметный О Отстроилась Походу Типа Посадочная площадка Еще одна Странно Куча кораблей Сюда Ресы везут Тут еще одна Платформа Строится Верх здесь Строится Надо будет Это все тоже Чистить Постоянно Мы теперь Можем Приписать Одиссея Гремучую Змею Тоже Атаковать С командиром Для ската Пусть себя Все вместе Вчетвером Теперь развлекаются О Наконец-то Так Платформу Эту мы тоже Атакуем И эту мы тоже Атакуем И Сектор стал Нашим Нежданный Куш Перешел Под нашу Контроль Срочно требуется Поддержка Ну Барбарус Барбарус Тут Без проблем Уничтожит Конечно Но она Улетела Да Тихо 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 Так А Улетает Зараза Надо было Ее Уничтожить Сначала Тут у нас Тоже Барбарусочка Еще одна Здесь Еще одна В принципе Можно на них Попробовать Абордаж Потренировать Да Как вариант Говорят Это Очень Хорошие Корабли Лучшие Торговцы В игре Очень Быстрые И Пираты Им Сделать Ничего Не Могут Поэтому Можно Будет Глянуть Можно Будет Убрать Этому Флоту Бомбардировку Да Приказ Чтобы Большие Корабли Не Атаковали Они А только По Истребителям Работали А Все Барбарусы Которые Будут В сектор Прилетать Можно Будет Брать На Абордаж Поэтому Посмотрим Но Пока Что Да Всем Спасибо За Просмотр Всем Пока И Увидимся В Следующей Серии Дело В принципе Тут Сделано Первый Сектор Синдиката Мы Захватили Дальше Дело За Малым Уже По Большому Счету Да Пока